Наша сегодняшняя тема «Научный социализм и современные споры о социализме». Ну и хороший повод поговорить вообще, с чего начинаются споры. Отчет спора. И вот часто бывает, что спорят-спорят, спорят-спорят, и оказывается, что спор о словах. Это заметил еще Декарт в XVII веке и призвал к четкому определению понятия. Но четкое определение понятия – это термин. И еще чаще споры бывают именно о терминах. И нужно хорошо себе понимать, что такое слово, что такое термин. И что такое понятие, в конце концов. И вы заметили, что мы этому уделяем принципиальные значения. О понятиях мы ведем всегда речь. Но не просто об отдельных понятиях. До отдельных понятий доходит и обыденное сознание. Скажем, бабушки знают, что такое стоимость, что такое цена, что такое Бог, что такое совесть и еще там разные вещи. А ученые, мужи, а тем более начинающие, молодые люди, не всегда. Причем, вот Аристотель, он как бы это чувствовал. И Гегель где-то в истории философии напоминает, что Аристотель каждую почти новую категорию, каждое новое понятие начинает с обсуждения слова. Слово. В каких смыслах упоминается слово, скажем, род? В таком смысле род, ближайшие родственники. И в видовом смысле род, значит, там рыб или род животных. И в каких-то других значениях, там шесть значений, например, это слово. Итак, любое слово. Здесь речь идет о смысле слов. В каких смыслах упоминает? И другое свое произведение категории. Он начинает с обсуждения, значит, какие бывают такие сложности при использовании слов. И начинает. Амонимами называется то-то, то-то и то-то. Синонимами называется то-то, то-то и то-то. Чтобы потом в процессе разговоров не было двусмысленности и разночтения. Ни о чем вы говорите, когда произносите «замок» или тем более пишите «замок» или «замок». Когда еще говорят, тут ударение играет роль, а когда написано «замок», «замок» – вроде одно и то же. Так что этот вопрос, он не праздный, он серьезный, он обсуждался, логика не нашла. А в учебниках логики, как правило, он обсуждается так или иначе этот вопрос. Поэтому и в спорах вот часто начинают спорить и потом догадываются, что один употребляет слово «социализм» в одном смысле, в другом смысле. Или другое какое-то слово. Один употребляет, другой употребляет. Поэтому смысл слова очень важен. Ну и, скажем, у социализма уже накопилось много таких смыслов. Все, я думаю, как-то не имеет смысла перечислить. Ну, например, социализм – общественный строй в СССР. Был социалист. Или социализм – это социальное учение маркса, марксизма, лень, коммунистов. Социализм – мировоззрение. Социализм – утопия или зерное знание об обществе, развитие общества. И так далее. Можно много, во многих смыслах этих используют слово «социализм». И, значит, развитое ухо и развитое сознание, оно реагирует на то, правильно ли используется в данном контексте, в контексте данного спора, слово «социализм». Причем, значит, это не какое-то там, значит, такое схоластическое, для обращения внимания, да, или схоластическая проблема. На этой проблеме, можно сказать, развели все и партию КПСС, и советское общество, и советский социалистический народ. Когда? Значит, мы строим коммунизм. Социализм – это первая фаза коммунизма. Первая фаза коммунизма – это, конечно, тоже коммунизм. Поэтому как-то мы строим коммунизм. Мы уже коммунизм построили. И постепенно от такого слова «употребление» происходит в сознании то, что одно отделяется от другого, вырастает некоторая пропасть. Потом социализм где-то остается там сзади, он остается сталинским. Потом его пачкают, значит, там репрессии фальшивые, выдумывают там миллионы жертв. Причем миллионы жертв-то выдумали, а вот отпора среди научной, скажем, интеллигенции. Интеллигенции-то прекрасно знают, что не было миллионов жертв. Миллионов расстрелянных не было, даже одного миллиона не было расстрелянных. Тем не менее какого-то большого протеста, даже небольшого протеста не было. То есть вот простая разводка. Причем она была теперь, я понимаю, это вот… Вот эти вот исследования, они привели к выводу, да, что это разводка сознательная. Работала целая группа серьезных людей, которые этим занимались. И в статьях я об этом уже писал. Поэтому и вас я призываю ставить. Вот к смыслу слова, тем более если возникает спор, нужно относиться серьезно и четко чувствовать, в каком смысле использовать стояное слово. Ну и здесь же полезно, значит, происхождение слова. Слово «социализм» от латинского «socius», а само это латинское слово «общество», оно происходит от «socier», это старшие родители, теща с тещей, да, и свекр, и со свекровью. То есть из родового понимания человека, из родового понимания общества. Вот доросло до социализма общества. Точно так же, как и коммунизм, скажем, коммунизм по-латински. Вообще, оно уходит еще в греческое «комэ». Комэ не через «о» – «комэ», а через «йоту». Не-не-не, амегу. Комэ – то есть деревня, община. Отсюда и коммунизм. И это слово «коммунист», оно сейчас и коммунно. Оно используется в Европе сколько хотите. Палата община. Валс Комэн. Теперь, значит, эти вот районные коммуны, региональные коммуны во Франции, они так и называются коммуны до сих пор. И эти названия, они не родились даже в 1871 году. Они родились во время Французской революции. И вообще-то говоря, скажем, много исследований было в советское время о так называемых средневековых коммунах. Средневековые коммуны – это, значит, образование в средневековых городах-государствах. Когда же, что не город, то государство. Как и в Греции, в Афине. Скромофина – это город, государство. Полис – он и город переводится, и государство. Так и в средние века. И там были сложные такие войны между коммунами. Отдельно это большая тема. Кто хочет почитать в библиотеке, найдете о них. Диссертации писали там и так далее, и так далее. Но мы ведем речь, конечно, о коммуне вот в этом строгом смысле. Если коммуна, то речь идет о социальной коммуне, об общности имущества. Поэтому и термин «социализм» тоже имеет много определений. Почему-то же появилось за историей много всяких социализмов. Но мы знаем хорошо утопический социализм, и вот пришли на лекцию научный социализм. А социализмов – волосы и маленькая тележка – все слышали демократический социализм. Все слышали социализм с человеческим лицом. Гуманный социализм. Вот сейчас новый социализм. И всякое это определение есть отрицальным социализмом. Спиноза говорит, да? Всякое определение есть отрицальное. Оно и по существу, и вот в этом внешнем смысле. Что значит социализм с человеческим лицом? А был, каким тогда возникает у слушателей вопрос. И он так себе делает там замеску, что раньше был зверин, сталинский, репрессивный. А вот теперь товарищи хотят построить с гуманным лицом, с человеческим лицом. На самом деле, это все борьба с подлинным социализмом, с научным социализмом. Вот сейчас я снова вернулся к произведениям Яковлева, Александра Николаевича в последнем. И понял, что недорабатываем мы с ним, его надо разоблачать и разоблачать. То есть, это произведение с таким большим-большим дном, с большим-большим дном. Он за социал-демократизм, за социал-демократию, значит, за социализм с демократическим лицом. И это не просто разговоры, а это самое, что ни на есть, глубокая анти-социалистическая политика. Михаил Сергей Горбачев жил в студенческой комнате с чехславацким студентом, руководителем студенческой организации, чешской студенческой организации в Москве, товарищем Молынержем, который был сыном члена ЦК в Чехославском партии. И вот он, типа наших вот этих орлов, приехал, значит, в Чехословакию. «Демократический социализм, демократический, значит, социализм с человеческим лицом», книжку написал, «заморозка социализма в чехославах». Ну, тут его, конечно, раз ты такой удалец, раз ты дошел до таких глубин в понимании социализма, да еще создаёт что-то новое, ну, давай мы тебя вою подвели. И в скорости он становится членом Центрального комитета. Вскоре возникает событие 1968 года. Одним из лидеров, «Правской весны», так называем, которая под этими лозунгами и шла, и Дубчик он такой же. Дубчик – это лидер был в Чехословакской комбарту. Сделали они переворот, значит, тут их пока подавили, придушили, но через несколько лет они, значит, опять вроде бы давай делать перевороты. Сделали, к власти пришли буржуазные силы, и гражданин Дубчик, и мы, конечно же, оказались никому не нужны. Старшего взяла в гости или как? На ПМЖ. Англия. Почему? Потому что, видимо, он был очень близок к некоторым кругам в Англии, организациях. Поэтому он был подослан, конечно, к этому, к Михаилу Сергеевичу Гермачеву. Михаил Сергеевич считал его другом, общался с ним до того, до 1997 года, когда он умер и сокрушался. Умер его друг. То есть это два негодяя, два мерзавца, которыми руководили на первых порах, может быть, без их понимания и сознания. Так что эти вещи, они кажутся только словами и терминами, но за ними есть реальное содержание. Поэтому мы изучаем англии. Ну и терминов таких много, это вот я опять несколько привел, а на самом деле их много. И в каждом конкретном случае это конкретное содержание. Есть. Но мы с вами, значит, должны просто научиться и различать. Чем отличается научный социализм от всех прочих? Много их всяких, в том числе и новый социализм. Но чем плохо новый социализм? Да, действительно, там Мерс и Англии жили давно уже, вот сколько там, 200 лет прошло. Скоро 200 лет будет этому Манифесту коммунистической партии. Ленин тоже уже давно жил, Советского Союза уже нет, а Советский Союз все старый. Так дорогие товарищи, а арифметика что? Какая-то новая? Есть новая арифметика? Диафанту, создателю первого труда арифметика, уже два с половиной тысячелетия. Арифметикой мы все занимаемся. И вроде она все та же. И действительно, в своих основах она так же. Один плюс один будет два. Что такое сумма? Результат сложения. Это кто сказал? Двух. А говорит, дураком помрешь. Математик, физик. А? Она тоже знает. Вот на уровне представления она знает. Почему она знает, я уверен. То, что в первом классе слева от учителя, значит, на противоположной, так, на стене, висит плакатик. Один плюс два будет три. Один слагаемое, там слагаемое. Результат сумма. Сумма – это лицо сложения. Но простой вопрос о понятии ставит человека в тупик. Это я понимаю. Да это мы знаем все. Но одно дело – знать, а другое дело – знать понятия. Знать понятия, ну, в какой-то мере означает постичь. Вот Гегель обращает внимание в истории философии на стойков. Стойки впервые поняли, что вот одно дело – знать. Я знаю, что значит социализм – это вот тот. А другое дело – постичь. Постичь понятий. Да. А процент что такое? Сколько я сейчас сказал? Ну, не надо. Мы поняли же, что вы уже разговаривать на эту тему не сможете. Молодцы. Промилю вы спросили. Не понял. Промиле. Ты сидишь. Что такое промиле? Да. Понятно. Нет. Ну, процент – это мы все, значит, знаем. Поэтому я обращаюсь именно к тому, что люди четко знают, что такое процент. Но определение понятия не знают. А в чем тут важность? А важность в том, что если вы даже забыли, как оперировать там с процентами, вы вспоминаете определение и сами по определению делаете эти действия. Потому что оно у вас есть в голове. Ну, ладно. Раз уж мы заехали, придется еще остановиться на этом вопросе. Так. Какова? Каков квадрат суммы? Квадрат суммы. Пссс. Да, Вова уже забыл. Уже не помню. Квадрат суммы равен квадрату первого числа на уловленное произведение… Не на. Плюс. Плюс уловленное произведение первого на второе и квадрат второго числа. Вау! Молодец! Это я удивляюсь даже, что человек помнит, что… И, скажем, если он помнит и встречается с этим вопросом, вспоминает эту, значит, формулу и решает там какую-то задачу. А если он не помнит, ему никакую такую задачу такого рода не решит. Поэтому и требуют в школе, значит, в математике определение правила знать. Если ты знаешь правила, ты можешь решать задачу практически. Если ты не знаешь, ты не можешь. Почему? Потому что здесь везде работают понятия. Скажем, вот эту вот штуку с квадратом суммы, там, скажем, люди даже помнят и нарисуют, а выразить в понятиях не могут. Но это вот хорошо, что хоть рисуют. Нужно-то эти вещи, конечно, знать, тем более, если кто-то практически с этим сталкивается. Значит, понятие социализм и его роль. И почему у нас научный социализм, а не научный коммунизм, как было в последние годы Советского Союза? Я вот тут в статье написал, научный коммунизм имени Суслова. Это придумка Суслова. Ведь коммунизм, то он научный. Да, научный коммунизм, понятно, правильно. Но теория – не научный коммунизм, а именно научный социализм. Почему? Потому что социалистическое движение – это древнейшее такое практическое движение человечества. Древнейшее. Некоторые, особенно из, скажем, КПРФ, они любят что? Христианство? Иисус Христос – первый коммунист. Значит, ну, конечно, не в том смысле, что Иисус там был членом коммунистической партии или проповедовал коммунизм, а в том смысле, что первые коммунитические общины, первые христианские общины, они носили ярко выраженный такой коммунальный, коммунный, общинный характер. Они были действительно общинами. И, скажем, в «Деяниях апостолов» вы можете просить, как организовывал один человек пришёл вместе с женой в общину, сдал имущество своё, стал членом общины, а потом выяснилось, что он не всё сдал-то. Ему – чё ж ты, Вася? Не всё сдал-то. И они от стыда померли ночью. Да, вот поговорка наша, говорит русская, сгорели от стыда. В каком веке? Ну, если это пишет апостол Павел… В каком-то веке? В пиаде. В пиаде. В пиаде. В пиаде. Там не указано. Да, Татьяна? Да, ты не указана. В пиаде. В пиаде. В пиаде. Ну и сегодня религиозные общины, мы знаем, это явление повседневное. Другое дело, что сейчас эти общины, они не носят такого вот экономического, коммунистического характера. Просто, скажем, в Саволе там есть своя община, она собирается и решает какие-то там церковные свои дела. Но, значит, вот это движение, оно было Платон. Он разъяснил, что источником противоречия и бед в господствующем плате является частная собственность. Поэтому для некоторых категорий граждан, особенно для воинов, для руководителей, ее надо убрать, ликвидировать, иначе будут раздоры. Там диаген, да, призывал к такой простой жизни, не надо человеку ничего лишнего. Сам жил в Ольге. Из обстановки у него только чаша такая большая, да, миска глиняная. Потом мальчик приходит к его этому ручейку-водопадику, руки поставил, попил и поверил. Зачем же мне плошки, когда можно изрубить? И ложки, и кружки, и плошки не стал. В средневековье, значит, я уже Каутский. Каутский написал одну, по крайней мере, книжку замечательную, и замены ей до сих пор нет. История социализма – такой толстенный труд, который я вам рекомендую почитать. И вот в средние века там этих социалистических движений – вот маленькая тележка. Всякие альбекойцы там, табориты, катары, еще там кто-то. Вплоть до крестьянской войны в Германии в начале XVI века, в которой сильно действовало, значит, коммунистическое такое движение Мюнцера, восстание Мюнцера. Там Лютер – известный реформатор. И Мюнцер, Лютер, он все-таки с князьями заигрывал и делал реформу в общих интересах богатых, а Мюнцер – временного интереса Кристиан. За что его и наказали. И это вполне такое социалистическое коммунистическое движение. Но его поддерживали Томас Мор – английский лорд-канцлер, хранитель печати. Второй человек, можно сказать, по-английскому государству. Теперь этот выдающийся глуманисток. Как он? Похвала глупости. Кто написал? – Размаратататамский. – Размаратататамский. Значит, поддерживали. Вы жили в это время. То есть сознание вот это вот социалистическое, оно вот в это время начинает очень мощно расти. по мере разложения каталистического давления над Европой. И к английской революции – это в середине уже 17 века – созрело целое движение. И вот в английской революции там пишут, значит, про Кромвеля, лидера, про разные там партии, а про коммунистов – молчок. А тем не менее там была довольно сильная такая струя коммунистическая. И они именно создали в армии вот этой вот революционной, значит, такой корпус агитаторов, так и называлось. Оттуда идёт слово «агито», агитация. Вот. Агитаторы в армии, и они, значит, пропагандируют, что вот король такой-сякой, так-так, а нужно делать вот так, вот так. И с того времени агитация, словом видите, прижилась и до сих пор дожила, а у нас ещё и активно исполняется. В революции французской в 18 веке уже заметное было коммунистическое движение Бабьева. Так и называется – заговор Бабьева. Он вполне коммунистический. То есть, в буржуазных революциях возникает вот это уже не социалистическое даже движение, а коммунистическое. Наиболее последовательное, наиболее революционное, готовое действовать всерьёз. Не разговорами, не проповедью заниматься, как Томас Мор или там французские аббаты в середине 18 века. А, значит, уже серьёзные политические поведения. И возникла вот эта разница. Поэтому, когда встал вопрос в середине 19-го теперь уже века, во время вот этих буржуазных революций в середине 19-го века, 1848-1849 годов, они прошли эти революции в нескольких странах. И к Марксу с Энгельсом обратились товарищи коммунисты, что вот нам нужна программа для революции. Они сели и написали манифест «Коммунистический парк». И в последней главе этого манифеста, который называется «Утопический социализм и коммунизм», они разъяснили, чем отличается социализм от коммунизма. И есть такое некоторое двучтение этого заголовка. Значит, утопический социализм и коммунизм. Вот как его прочитать? Мы можем прочитать двоярко. «Утопический социализм и коммунизм». Утопический «Е» – социализм и коммунизм. А можно «Утопический социализм и коммунизм». Не так и нет, а тут есть вот это реальное противоречие, которое было и которое разрешается. Значит, Марс и Эмбис показали в манифесте, что все предшествующие вот эти формы – они все утопичны. Коммунисты – они тоже утопичны были, прежние, старые. Но почему они утопичны? Потому что они думали, рассчитывали на сознание, что вот они сейчас расскажут свою эту книжку «Утопия», нарисуют образ вот этой общины коммунистической будущей, их тут поймут сразу, все тут быстро соберутся и устроят социалистическую общину. Ну, это очень наивно. Фурье все ждал, ждал, когда к нему кто-нибудь придет с бабками, как и дождался. Оуэн, правда, сам построил вот такие вот коммуны, такие вот общины. Фабрику, десятичасовой рабочий день впервые в мире установил. Общежитие для рабочих, форма, еда хорошая, общая столовая, ну, в общем, как у Фурье описано. Фурье тоже в это же время, это самое начало 19 века. Фабрика эта, по-моему, была открыта в 1802 году. Николай Павлович, будущий император, значит, предложил Оуэну, привози тысячу рабочих и устраивай у меня такую же свою коммуну. Ну, Оуэн подумал, подумал, все-таки хлопотно очень, затраты большие, а результат еще не есть. Поэтому не поехал. Да. Ну, а потом вскоре разорился. Почему? Потому что сначала он воодушевил всех тем, что у него производительность труда выросла в десятки раз. И все увидели, бизнес-то процветает. И давай тут, значит, тоже вводить эти новшества. Вот. А у Оуэна тоже возникло вот это вот самомнение. Он почувствовал себя каким-то пророком, начал проповедовать, значит, вот это учение свое, агитировать там за социалин, за новое производство. Буржуи чувствуют, что нет. Парень, чего-то ты как-то не в ту сторону нас зовешь. Так можно и разориться, потерять и то, что у тебя есть, а не пророком. Ну, и в конце концов его так оставили. Да, и Марс и Энгельсон доказали, что дело не в сознании, не в призывании кого-то понять, что такое социализм и выгоды вот этого общинного бытия, а нужно исследовать реальные отношения, которые ведут, вынуждают людей к этому. И такого рода основу, и такого рода силу они нашли в рабочем классе. Что рабочий класс, он заинтересован в этом. Он идет к этому. И Оуэна поэтому было легко организовать такую общину. И она бы была и процветала, если бы его не задавило капиталистическое общество. Специальный народ, как и говорит Фурье. Что такое банкротство? Банкротство – это сговор. То есть, когда другие банкиры видят, что этот парень не тот, не из нашей компании, они изговариваются и товарищи раздаряются. Элементарно, просто спокойно, без шума и пыли, как говорил один герой. И вот научный социализм требует научной разработки. Поэтому они с 1948 года, после поражения революции, углубляются в науку. Те идеи, которые они сформулировали в манифесте коммунистической партии, экономической, политической и философской, они начали углубленно изучать и через несколько лет выдали фундаментальные труды по теории социализма. Социализм – это социальное учение. Научный социализм – это социальное учение, как пишет Ленин в трех источниках и трех составных частях марксизма. Он состоит из отдельных учений философского, экономического и политического. Политическое учение, в собственном смысле, оно и есть научный социализм. Оно идет по линии связи с утопическим социализмом. Оно вытекает из идей утопического социализма. А экономическое учение вытекает из экономических теорий XVII, XVIII, XIX веков. Философское из Гегелевского и французского материализма XVIII века – Фейербах. И в результате, к началу шестидесятых годов, и рабочий класс созрел для вот такого объединения в борьбу, и научные труды подоспели. Поэтому было организовано Международное товарищество рабочих, и вышло первое издание «Капитала Марса». Хотя перед этим в 1959 году он издал, ну, собственно, такой реферат. Краткий курс «Капитала», да, назывался он «Критики политической экономии». И пишет в письме Кугельману, наверное, что больше… Кугельман – это из России, товарищ корреспондент. Больше всего экземпляров вот этой книги «Критики политической экономии» было продано в России. То есть спрос в России был как нигде большой. И с «Капиталом», и с «Капиталом», и с этим произведением, и с другим. Познакомилась одна из первых. У них из рук вырывали рукопись «Капитала» для перевода на русский язык. И фактически в параллельно переводили на русский язык. Поэтому уже в 80-х, 90-х годах, значит, русское общество такое грамотное, серьезное, оно уже с «Капиталом» было знакомо. Я уж не говорю про манифест коммунистической партии. И еще можно сказать, что один критерий или показатель, или понятие важный для развлечения научного социализма, от всех других. Они в манифесте говорят. В наше учение можно выразить одной фразой. Какой? Уничтожение частной социализации. Да, уничтожение частной социализации. Правда, уничтожение здесь звучит односторонне. Почему? Потому что по-немецки это «Aufheben». Ясно. Хорошо. «Aufheben». И Марс, и Энгельс поясняют в науке логики, что диалектическое слово, словечко, которое вообще характерно для немецкого языка, а для русского, я скажу, еще больше, оно имеет два противорожных значения. Первое – уничтожить. Второе – сохранить. Как хочешь, так и что. И вот Бакунин, который переводил это «Aufheben», облегал там, значит, и Германию, и Швейцарию, и у всех спрашивает, как перевести? Уничтожение собственности, ну, как-то вроде несерьезно. Сохранение – еще больше цели. И все-таки переводил уничтожить. Дескать, там люди будут тоже не глупые, разберутся, что значит «Aufheben». Да, вот это критерий. И сегодня… Да, и еще надо сказать о манифесте Коммунистической партии. Что? Там он характеризует различные виды социализма. Уже тогда было много видов социализма. Мы и так увидели с вами. Социализм и коммунизм раньше были, да? Там социализмов было много всяких. Катаров, альбегойцев и других. И в середине XIX века та же самая картина, но более ясные капиталистические возникли. То есть раньше там, скажем, феодальные формы социализма. Капиталистические. Социализм. Вот, допустим, 1948 этот год. Тут сохранился и феодальный социализм, и клерикальный церковный социализм. И мелкобуржуазы сюда относятся. Они все за сохранение мелкой частной собственности, за вот этот мирок. Причем, вот сейчас я пишу статью. Далее получил, видимо, брошюр. Что в Парижской коммуне сильное было течение прудонизма. Прудон и Бакунин. Теоретически анархизма. Они как раз вот мелкая частная собственность, автономия собственника, каждый у себя хозяин. Нужно ему только дать государственный кредит, и все будет нормально. И их там в этом самом, в Фарижской коммуне, в этом фактически было, ну, самое такое многочисленное отделение. Самая большая фракция. И они там, в общем, заведовали. Сегодня, хоть на международной арене, вот зайдите в библиотеку Лермонтова, Маяковского. Там анархисты иностранные переданы на русский язык. Можете взять, почитать. Они там собираются, пишут, издают вот до сих пор. У нас один придурок у гостиного двора в девяностых и в начале двухтысячных анархистов. Так черная шинель флотская, без козырка, без ленточек. И вот он продавался газету, там анархист. И проповедовал, анархия, мать парня. Да, теперь. Значит, они за возврат к этой мелкой собственности. При капитализме возникают буржуазные социализмы. И много-много-много всяких, так сказать, секток-секточек, любителей животных там издеваются, Маркс и Энгельс, проповедники гуманизма и чего там только нет. Они за социализм. Но они даже не столько за социализм, сколько за улучшение капитализма. Пусть будет капитализм, но вот нужно подправить то-то, то-то и то-то. Это вот у нас сколько хотите. Ну и при социализме эти, значит, сохраняются, товарищи. Все и вырастают новые, в том числе социал-демократия. Сильнейшая социал-демократия. Причем они выросли из второго интернационала. Второй интернационал – это все-таки в конце 19 века было движение, которое сначала рядилось в тогу марксизма. Потому что они марсисты, научный социализм. Но во время войны, Первой мировой войны, они выступили с шевелинсийских партийских, стали выступать за свои правительства и скатились уже на полностью буржуазную платформу. И с тех пор, значит, вот эта социалистическая вещь, социал-демократическая вещь, она развивается, линия, и сейчас благополучно живет даже и в России, скажем. Нынешние вот эти социалисты, наши социал-демократы, они где-то тут близки, значит, вот этому социалистическому интернационалу. Например, «Справедливая Россия» – так у них и записано. Мы за социализм. За какой? За буржуазу. Капитализм хороший, надо немножко поправить, надо его сделать справедливее. И вот на эту справедливость, конечно, народу много ловится. Хоть я и делал много лекций на эту тему, за эти двадцать или тридцать лет я так и делал лекции о справедливости. Ну, раз пять или семь так. Списал об этой справедливости. Что? Это лозунг буржуазной справедливости. Вот французская революция – там один из лозунгов – справедливость. Нам нужны рай, фротернете, эгалите и что там еще? Либерте. Эгалите – равенство. А равенство – это почва справедливости. Аристотель так и говорит. Справедливость есть некоторое равенство. Но для равных только. И справедливость есть также неравенство, если для неравных. Если мы неравны, работали не поровну, значит, и нам заплатили не поровну, то это справедливо. Так ведь? Справедливо? Справедливо. Особенно если я работал в два раза больше него, а он в два раза меньше меня, а заплатили мне в четыре или в десять раз больше, чем его. Я считаю, что это справедливо. А ты? Нет. Значит, вот он нехороший человек. Перед низка. Да. Но это отдельный большой вопрос. Я только хочу подчеркнуть, что справедливость есть в этом мире. Она есть. И если нынешним рабочим платят мало, то это справедливо. Или нет? С точки зрения буржуя, да. С точки зрения буржуя тут сомнений нету. А вот с моей точки зрения… По-другому и быть не может. Потому что, если вы не создаете профсоюз, какая может быть зарплата справедливая? Вам же Марс ясно объяснил, что членские профсоюзы входят в зарплату. Если вам жалко один процент зарплату, то вы не получаете пятьдесят процентов. «Вы дураки?» – спрашиваю я. Это вот я все вспоминаю. Был такой фильм. Сережа кто-нибудь смотрел? Смотрели. Ну, ты туда смотрел. Я это старшее поколение смотрел. Не видели Сережа? Там это самое… Сергей Бондарчук и его жена Схопцева. Ну, прекрасная пара. У Веры Пановой рассказ Сережа. Вот я до сих пор плачу. Сейчас вспомнил. И так это… Значит, мужик пришел к этой Схопцевой хозяйке что-то там говорить. И тут в комнату Сережа забегает. Мужик этот достает из кармана конфету и ему дает. Ну, Сережа, значит, вот он берет. Бэм! А это свернутая обертка. И вот я говорю, ты дурак. Вот и я говорю, что они дураки. Ну, если вы сами не боретесь за свою зарплату, ну, что ж буржуи-то вам будут платить? Не будут они платить. Зарплата выбивается. Она не только зарабатывает. Она, во-первых, должна быть заработана, во-вторых, она ещё должна быть отбита, выбита. По-другому не может быть в капиталистическом обществе. Причём, ну, посмотрите, что делается в других странах. В Германии люфт Ганза, да? Она бастует два-три раза в год. Поэтому они живут хорошо. Наши диспетчеры аэрофлота получают, сейчас в последние годы, я не знаю, ещё недавно они получали по 200 тысяч. Понятно почему-то, что они выставали. Они приучили своё начальство всё время получать зарплату. Поэтому они хорошо зарабатывают. И это справедливо. Это нормально. А если вы не растуете, я вот своему соседу рабочему, так а чего вы хотите? Вам и платят 30 тысяч. Вот и сидите, и не каркайте. Раз вы трусы, сидите на хлебе. Так что справедливость есть в мире. Это правильно. Хотя правильно и другое. Справедливости нет. И мы за неё ещё только боремся. Но помню, что это лозунг буржуазов. Для нас справедливость сводится, конечно, безусловно, к равенству. Не в смысле равенства зарплаты, или равенства какой-то уравниловки, или равенства способностей, или ещё чего-то. А равенство прав и равенство принципа оплаты труда по труду. Заработал – ты это должен получить. Не заработал – не отвоевал – не получишь. Да, ну и отсюда вытекает, что научный социализм – это наиболее развитое выражение конфликта между рабочим классом и буржадеем. Развито, потому что оно имеет научную основу. И в экономическом смысле, в смысле экономической науки, и в политическом смысле, в смысле политической науки, и в методологически-философском смысле, что научный социализм опирается на передовую идеологию, на высшую идеологию. Специально я книгу написал. Диалетика как высший метод познания. Вот никакого другого метода познания, более высокого, нету. Нету точно. Если есть, пожалуйста, назовите. Я вот всю жизнь спрашиваю студентов. Ну, назовите, давайте, поизучаем. Я тоже с удовольствием, если есть более развитые, это поизучаю. Ну, вот за 30 или 40 лет никто ничего не предложил. А глупость им огорожена? Сколько хотите? Спрашивают меня иногда. Ну, вот они там диалектику не знают, марксизма не знают. Но они же, значит, тоже вот развивают у них передовая наука, технология. Да. Почему? Потому что они все-таки, как люди науки, наука вынуждает, принуждает познавать мир в понятиях. И они это познают с одной стороны стихии, но с другой стороны за счет больших сил привлеченных. То есть мы проблемы решаем, особенно вот эти социальные. Много народу не надо для решения, значит, металлогических задач. Для решения научных задач тоже, если, значит, люди металлогически сильные, им тоже много народу не надо. Там скармоатомные бомбы или водородные бомбы. У нас занималось довольно ограниченное число академиков. Основная там сила – помощники, доработчики, обслуживание. И когда они собирают очень много сил, они это делают. Вот сейчас я, говорю, возвратился к Яковлеву. Я, конечно, понимал, что он предатель, мерзавец в высшей степени. Ну, вот сейчас понимаю… А, я почему начал читать? Потому что я вдруг понял, что вторая – это книга, она не другая, не новая книга. А она доработанная первая. И вот, читая ее, эту вторую, я понимаю, что вот он первую написал от души. Она хорошо называется, чувствуется, вот он пережил и назвал, называется. Омут памяти. Да, действительно. Память у тебя – омут, причем темный омут. Какая поговорка-то про темный омут? Черти водятся. Черти водятся. И точно. У тебя там тесно от чертей-то. А это называют… Да, это как-то субъективно. Чуть память – это его субъективное, личное. И точно он там, значит, вновь на личную тему. А вторая называется «Сумерки». А «Сумерки» – это уже не о нем, это уже не о себе. Она вроде по форме сохраняет, она та же самая книга, там те же самые куски, они все есть. Но между ними кто-то ему, его начальники из-за рубежа, значит, собрали материал на основе его книги. И он этот материал ставил теперь среди этой, значит, ткани повествования. Это воспоминания. Это вот выдумал Солженицын. Художественные исследования. Архипелаг ГУЛАГ – это художественный, это не роман, и это не научная история, а это художественные исследования. Это исследования, но художественные. Это художественные, но исследования. И под ней разберись. А наивные ты человек, особенно молодой школьник, исследования, да еще художественные. Какой умничек. Так и тут. И появляется глава мартовско-апрельская революция. Понятно, о чем речь? О чем? О буржуазной революции февральской? Нет. Апрельская? Мартовско-апрельская. Да, вот видите, вы… Да, и там вот такого много. Вот я, как грамотный человек, жил, когда они в эти выкрутасы все проделывали там в 80-х годах. Я-то жил и с ними боролся тогда. И все эти вот, знаю, штуковины, которые он приводит для очернения СССР. И я вижу, что это… У них был фонд Горбачева, и он работал в этом фонде потом, после развала СССР, этот Яковлев. У них там целый штат оказавшихся неудел журналюк. Им дали задание. Вот соберите все, что вы там писали о социализме грязи. Все вот так вот систематизируйте, гладенько в хронологии начали. Напишите. Они написали, он там подредактировал. Вот у вас уже нет этого, на слуху нет этого явления. У меня-то есть. В марте произошел выдающийся пленум, на котором избрали товарища Сергея. Михаила Сергеевича Горбачева, секретарем, генеральным секретарем КПСС. И он совершил революцию. Вот о какой революции идет. Это революция! Даже тогда это было неизвестно. Это вот только теперь мы у него знаем. И будущие поколения они теперь будут знать. И он же доктор исторических наук. Он войдет в общественное сознание и будет дурить теперь много-много людей. Что это была революция? Революция – это что такое? Революция – это что такое? Революция – это революция, при котором наиболее прогрессивный класс меняет реакцию. Революция – это революция. Ну, можно и так сказать, да. Прогрессивный и, как правило, большинство. Класс, который имеет большинство на данный момент. Прогрессивное большинство. Тогда у нас революция. Но бывает, наоборот, регрессивный, консервативный или реакционный классы совершают переворот. Их имеешь, и они тянут назад – это контрреволюция. И в 85-м году, конечно, если и называть это как-нибудь вот так, то это контрреволюция. А он-то теперь это распространяет и пачкает сознание на долгие десятилетия вперед, что это революция. То есть, на уровне сознания идет борьба идейная. И это его, значит, кураторы из СРУ предложили написать. А может быть, заставили. Поскольку он уже оказался неудел. Они с Горбачёвым развалили, как им лымер в Чехословакии, да? Он помог развалить и потом оказался неудел. Так и эти. Они помогли развалить. И больше они никому не интересны. Им дали Тридцеребряников, дали дачу Горбачёва в Америке и в Германии, которую недавно, век перед смертью он продал. И всё, и спасибо вам, вы свободны. И он также был свободны. Они попытались создать социал-демократическую партию. Думали, что какая-то часть, которая им помогала в перестройке, за ними пойдёт. Облом. На выборах они и процента не получили. Не получила эта партия у нас. Процента не получила. Вы никому не нужны. Вы идиоты. Вы не просто дураки. Вы идиоты. Вы подлецы высшей мерки. Поэтому вы никому не нужны. От вас откупились – дали вам бабки – отвалите. Так что, вроде слова, термины, понятия, да? Но за ними суть дела. И она рано или поздно, как говорилось, всё-таки поздновато, она проявится. Она будет. Она вылезет. Правда вылезет. Истина вылезет. Может быть, чуть-чуть позднее. Как и говорят православные товарищи наши. Бог правду знает. Да не сразу скажет. Аллах Акбар. Он не суетлив. Да? Поддержать эту пору прекрасную, вот не придётся бы иметь. Для нас эта пора прекрасная. Это… Бушина вы читали, Владимир Сергеевич, который мы пропагандируем всегда? Вот в 2015 году, нет, вру, в 2019 году, вот умер Владимир Сергеевич Бушин. В 95 лет почти. Выдающийся русский публицист, поэт, писатель. Написал его вспоминания кратенькие. Эпиграф из Тютчева. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его призвали все влагие, как собеседника на пир». «Блажен, кто посетил сей мир, нам выпала борьба, мы вот всё сидели, значит, в молодости, вот, всё революцию сделали, войну выиграли, нам вот ничего не досталось, вот на пенсии теперь, вот покоя не дают, вот мне, вот я из Вышнего Оська приезжаю, и ноги болят». Вот товарища видел, я и так еле зашёл. И вот уже час стою, кстати, пара перекурнил, час стою, устал, но «Блажен, кто посетил сей мир, в минуты роковые». И он, Владимир Сергеевич Бушин, конечно, прожил такую счастливую боевую жизнь, написал выдающиеся книги, и я говорю в своей статье о нём. Он создал целую галерею мерзавцев и предателей СССР. Галерею. Читайте, Бушин. Я не говорю о том, какой язык этот, поэзия. Бушин. Бушин, Владимир Сергеевич. Несколько книжек у него просто замечательных. Причём серьёзная критика, глубокая, и своих, и чужих, и патриотов он там и разоблачает, как Лентяев, Переродицев, Тунеяцев, и либералов, и Горбачёва, и Путина, и кому хочешь. Все они выписаны, обрисованы, точно зарисованы. Солженицын разоблачён до корней ногтей. И вот сейчас, значит, написал один товарищ очередную уже книгу исследования научной о биографии Солженицына с документами, где он со студенческих лет, где и в чём, и как он врал. Солженицын. То есть, ну, разоблачил его, как такого мелкого пакостника-негодяя, что ни сказки сказать не берём. Поэтому хорошие времена. Теперь, правда-то она уже есть. Мы её говорили, не верили товарищи. Теперь на своей шее учатся. Но мы опять не падаем духом, а всё-таки учим, разъясняем. Потому что знаем, что это пригодится. Это будет необходимо. Почему? Потому что эту ситуацию Россия уже переживала. И лидер партии социалистов эсеров в 1917 году, Чернов, нет, написал это он в 1918 или 1919, конструктивный социализм книжка, где говорит, только у коммунистов была, у большевиков была программа, что делать на следующий день после революции. И точно. Вот я сейчас писал, пишу ещё, ну, то есть я им написал, но дописываю, рассказываю, как у Ленина и партии всё было подготовлено. А вот начинаются съезды, и у большевиков всё готово. Они выступают, как по-писанному. А остальные эсеры вы, как дураки. Где-то в одной из предыдущих лекций я рассказывал подробно, а, на летней, наверное, на летней конференции, как они выглядели глупо на этом учредительном собрании. Потому что они не готовы, не знают, что делать, не знают, кто старший, кто должен вести съезд. Так а чего вы пришли в политику тогда? Вы пацаны, что ли, мальчики? Вас не разогнали. Вам закрыли здание и пошли в оборудование. И они ушли. Потому что они идиотес. В переводе с греческого – идиотес. Частные люди. У них нет общественных интересов, нет социума, нет комы, нет духа. Дух – это что такое? Высшая форма сознания. А в чём это выражается высшесть-то? Как это сложно? Мы чем занимаемся? В чём-то общественном. Нет, она выражается в понятии. Вот оперирование понятия – это и есть дух. Вот есть восприятие, ощущение, представление – это вот чувственность, да? Отражение сознания, чувственных вещей. Это вот обыденное сознание. Вот оно на этой базе работает. А потом идёт понятие. Понятие – это и есть переход к духу. Но просто понятие, отдельное понятие – это рассудочность. Рассудочные понятия. Понятие – суждение в умозаключение. Рассудок может оперировать суждениями в умозаключение, делать умозаключение. Но он ещё не постигает единства понятий. До этого доходит теория, гипотеза, теория, идея. Вот это и есть сфера разума или духа. Поэтому попы, они правильно говорят – Бог есть дух, его надо постичь. Тот же Тютчий говорит. Путь промысла его неведом потому, что веруют в него, но веры нет ему. Веруют в него, то есть в некоторый объект, в некоторые предметы. Как дикие верили там в грозу, в воды, в деревья там. А ему субъективно не верят. Хотя Иисус правильно говорит – я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Это правильно, это правильное высказывание. Но им он возвести вывести, но они не следуют, не верят ему, что так на самом деле. А так на самом деле. Ну ладно, перерыв-то мы будем делать. Да, ну ещё хотелось бы добавить пару слов о современных-то утопических социалистах. О новом социализме я в каком-то смысле рассказал. И Николай Платошкин – он во всех смыслах симпатичный человек, мужчина, образованный, доктор исторических наук, написал ряд хороших книжек, хорошо выступает. Но теоретической базы у него нету. Вот историк – он хороший, а теоретической базы нету. Само название – оно разоблачительно, саморазоблачительно. Это вот раньше были там новое православие, новое христианство, обновленцы всякого рода были. Вот они там обновляют, обновляют, посуетятся там лет 10-15-20, потом глава помер и обновление померло. Вот так этот новый социализм. В чём он новый? В чём он новый? Кстати, ни в каком-то смысле это не объяснено. Чего там нового такого? Я уж не говорю о том, что социализм, он и научный социализм, он всё время обновляется. Скажем, Михаил Васильевич существенно обновил, открыл ряд новых вещей принципиальных. Теперь, установил некоторые вещи, которые другие вещи не установили. В частности, что переворот контрреволюционный произошёл на 22-м съезде в 61-м году. И сначала это было непонятно многим. Сейчас уже многим понятно. Но, в том числе и наши товарищи Герасимов и прочие, они не понимают простой вещи, что сам политический переворот, револьт, переворот с английского. Политический переворот происходит за полдня, в одну ночь. В ночь с 22-м, на 26-е ноября. Политическая революция, всё, переворот завершён. На съезде доложили, что правительство арестовано. Съезду предлагают сферы нарвать. Новое правительство. Всё. А социальная революция, социальный переворот, он ещё только начался. И он идёт много лет и завершился в середине 30-х годов, когда частная собственность была уничтожена. Социальная революция завершилась. Что это значит? Это значит, новое общество построено, переход сделан. И если товарищи не понимают этих вещей, да ещё начинают спорить, да ещё не удовлетворившись первыми ответами, которые пытаются выступать против, значит, авторитетов, авторитетных учреждений, то, ну, самомнение их заносит. Ну и многие другие вещи. Они сейчас открыты, проводятся в жизни. Это и развивает социализм. Он новый, он всё время новый, всё время обновляется. Ленин сделал новый социализм, Сталин обновил. Что-то немножко мы там внесли. И люди вносят, и я уверен, что работают. Я уж не говорю о том, сейчас, значит, я констатировал, идёт эпоха советского просвещения в буржуазном. Сейчас масса людей занимаются советским просвещением. Вот изучили истории подлинной. Сейчас уже разоблачены вот эти мерзавцы, которые строили контрреволюцию, перестройку, они все разоблачены, как враги народа. Начиная от Горбачёва и кончая, что я там не знаю кем. Причём некоторые вожди сбежали ведь в другие страны – в Америку, в Израиль, в Европу. Все эти редактора бывшие, поэты, как Евтушенко, ой, редактор Огонька, так как его звали-то? Это выскочило из головы. Все поразбегались от того общества, которое они создали. Их поиспользовали, и они никому не нужны, тем более народу советскому. А инициатива снизу советская, она всё прибывает, прибывает молодёжь. Не только у нас учатся, сейчас много таких заведений, учреждений, всяких клубов, институтов, университетов, журналов, книг, горы литературы. А Сталине, значит, уже новый культ вырос. Уже идёт борьба, кто больше сталинист? Патриоты там, зюгановцы или прохановцы, или ещё там кто-то. Хотя, скажем, открыто это было и реабилитирован был Сталин в газете за рабочее дело в 1994 году в статье Фетённого. Был такой автор, состоящий из двух фамилий – Фетисов и Кадёнов. Они так и написали – «Сталин реабилитирован». Всё! И пошла волна про Сталин и Кирова. Недавно провели конференцию по Сталину, замечательную книжку, вот теперь есть. Теперь, с Бушиным, нашим товарищем, который был автором «Народной правды», значит, разоблачили Солженицына. И сейчас уже горы литературы, а Солженицына – разоблачитель. То есть, советское просвещение идёт. Вопрос только не знают, что такое Советы. В том числе, товарищ Зюганов, они не понимают, что такое Советы. И вот мы разъясняем, уже это лет тридцать. Всё равно не доходит. Но так до них не доходит, а до молодёжи дойдёт. Молодёжь сразу понимает, что такое Советы. Да, ну и, значит, наряду с такими, например, есть практики, и выдающиеся практики, имеющие утопическое сознание. Например, вот глубоко уважаемый, выдающийся учёный, профессор Астрецов Игорь Николаевич. Один из создателей, значит, ядерных, термоядерных технологий. Наш специалист высшей маркизи. Вот он создал новую теорию и показал, что, значит, урана 235 в Земле не так много. Им можно будет воспользоваться, когда все другие ресурсы исчезнут, а на этом материале можно выйти в космос и работать в космос. Освоить те планеты, на которых найдём мы этот уран. А там наверняка есть. И у него утопическое сознание. Ему сейчас 86 уже, по-моему, лет. И он такой боевой, и всё пропагандирует. Ну вот что его считать, что надо сделать? Надо, чтобы правительство собрало собрание, я на нём выступлю, и все сразу поймут, что надо делать вот эту технологию. Термоядерная технология. Но это утопит. Никто этого делать не будет, пока не придёт какой-то новый принцип, который вникнет в это дело и, наверное, это двинет. Почему? Потому что, конечно, похоже на правду. Но наряду с этим, и он по настроению, значит, он такой анти-олигархист. Значит, говорит, богатые они не нужны уже обществу. Уже трудящийся народ сами могут делать всё и все технологии. Поэтому они лишние, они будут уничтожены, они вымрут. И это правильно, что они выбрут, в конце концов. Но не таким образом, что вот они будут рулить и править, и потом быстренько или скорости выбрут. Нет. Так просто они не выбрут. Вот. Это вот утопическое сознание. Но кроме этого утопического сознания есть так называемый утопический капитализм. Вот Гайдар, Чубайс, Кудрин и прочая вот эта публика – это утопические капиталисты. Вот они начали с утопий. Что вот сейчас рыли, и тут все сразу будут индюки на заборах висеть, как говорил Райкин. Ну вот прошло 30 лет. Где индюки на заборах? Где жизнь, как в Америке? Нет. Вы были дураками, скажу я им при встрече. Наивными дураками, утопическими капиталистами, которых использовали, как известный предмет, и выкинули. Правда, и еще вот скажите спасибо Путину, что он вас пристроил. Вы при нем наворовали миллиарды. Чубайс украл в этом только в наноцентре 4 миллиарда долларов. Ну, не себе лично, но вот этим самым своим миром. 4 миллиарда долларов. Вот сейчас они шьют. Так что и таких капиталистов, утопистов, очень много. Их тоже сейчас жизнь ткает носом в собственное дерьмо. Кто застрелен, кто утоплен из них, кто сам повесился, кто выбросился из окна. Я уж не говорю про сбежавших. Помните эпопею Березовского. 10 лет он был в бегах. И потом его повесили, в конце концов. Он слишком много знал, это говорят кагинисты. Но повесили его англичане. Это сказала, смешайся. Что он слишком много знал и хотел сдаться в Россию Путину. Но его и повесили. И туда ему и дорога. Это справедливо. Справедливость есть, я вам говорю. Да, ну и конечно, шедевр – это Сурков. Помните Сурков? Кто помнит Суркова? Вы-то помните, вы-то помните, конечно. Вы-то помните. Я из молодежи спрашиваю. Кто помнит Суркова? Ну, кто такого? Ну, я не говорю про дождь занимал, но он всякие там концепции придумал. Ну, какую концепцию? По-моему, последний у него там Северный Альянс Китая, США и России. Да-да, но это не концепция. Ну, такая идея. Значит, супер, суверенная демократия. Путин построил суверенную демократию. И вот сейчас суверенная технология, суверенная медицина, суверенная что там еще? Педагогика. Мы сейчас добиваемся, да? Суверенитета технологического. Так, дорогие товарищи, зачем вам так много суверенитетов? Вы суверенитет получите и потом делайте, что хотите. Уже не надо ничего другого. Просто занимайтесь, развивайте технологией, педагогикой, медициной. А вы не знаете и не понимаете, что такое суверенитет. Что вы не понимаете, вам простите. А им, они тоже не понимают, но они занимаются трепом. Занимаются, значит, таким ослаблением сознания, чтобы человек успокоился, что вроде занимаются суверенитетом, вроде будут технологии, вроде будет медицина хорошая, вроде будет все хорошая. Обещания. И этих обещаний мы уже слышим 30 лет. Начиная с того обещания первого, когда Борис Николаевич обещал, что если цены, значит, будут расти весной, я лягу на рельсы. Так, ну да, и еще одно замечание, что вот научный социализм, он тоже используется, этот термин, в двух значениях. Первое значение – это политическая теория марксизма. Подразумевается, прежде всего, это политическая теория. Это стратегия и тактика коммунистического движения, стратегия и тактика коммунистического строительства. Но под этой стратегией и тактикой и, соответственно, под этой теорией стоит экономический базис, то есть политэкономия. А экономический базис стоит на философско-дилектической основе. Поэтому в антидюринге Энгельс и пишет, значит, экономическая теория, политическая теория, научный социализм как бы отдельно. Но на базе этих теорий, поэтому и вместе социальное учение называется, марксистское называется научный социализм. И вот эта часть специально называется политическая теория марксизма. Вот имейте в виду, что есть вот такое значение. Так что научный социализм развивается, оно вечно молодое, с исторических времен, можно сказать, развивается как идея, как идея сформулирована Марсом в 52-м году, 5-го марта в письме Вейдемейеру, что вся история борьбы предшествующей есть, история борьбы классов, что эта борьба завершается диктатурой бультериата, что сама диктатура бультериата есть только переход к обществу без классов. И мы это увидели. Вот она была диктатура бультериата, вот было общество без классов коммунистов. Но Маркс, когда вот он это написал в 52-м году, он еще сам не вполне постиг идею диктатуры бультериата. Он ее постиг только в 72-м году по итогам Парижской коммуны. А в 1875-м году, то есть еще через три года, написал в критике и годской программы. Между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период. И государством этого переходного периода является революционная диктатура бультериата. Вот почувствуйте разницу. Когда идея была, просто идея, диктатура бультериата. А теперь, когда он увидел опыт борьбы в Париже, он понял, что она не просто диктатура бультериата, а революционная диктатура бультериата. И вот это словечко выделено курсивом, чтобы читатель заметил. И понадобилась вот эта борьба наша тридцатилетняя, чтобы и нам наконец усвоить, что до 36-го года идет революционная диктатура бультериата. Поэтому все требует. Вот эта партия есть. Ну, есть несколько социалистических партий, чтобы раз социализм построен в государстве, диктатуру бультериата – все, отмирает. Отмерла революционная диктатура бультериата. А диктатура бультериата как сущность государства. Она остается почему? Потому что любое государство – это диктатура какого-то господствующего класса. Буржуазное государство – это диктатура буржуазии, а владельческое государство – это диктатура революционная. Социалистическое государство – это государство диктатуры бультериата. Но диктатура бультериата – это не значит, что властвуют только рабочие. Диктатура бультериата – это союз рабочих и крестьян. Теперь, как только общество было построено коммунистическое, стало к власти привлекаться интеллигенция. И, скажем, в Верховных Советах. И в Советах интеллигенции было до 30%. В Верховных органах власти – интеллигенции. Почему? Потому что рабочий класс не может обойтись без врачей, без учителей, без юристов, без художников, без кинематографии и так далее и тому подобное. И искусство-то было шикарнейшее в Советском Союзе. Сейчас мы знаем каких-нибудь больших поэтов, художников. Ну вот, слава Богу, дали тут орден Героя Труда. Это московскому художнику-то, как его? Шилов, по-моему, да? Шилов. Действительно, выдающийся человек, написал много рабочих, военных портретов. Вот. То есть, рабочему классу нужны все эти интеллигенции. Он без них не может. Он с необходимостью их привлекает к управлению государством. Да и в жизни. Платит хорошо. Поэтому искусству было выдающееся кино. Но, я так думаю, лучше, чем голливудовская. А сейчас, ну, некоторые так можно посмотреть. А больше одна типичная такая. То порнуха, то чануха. Ну ладно, какие есть вопросы, дорогие товарищи? Мне просто сказали, что, ну, что сейчас не понимают, что такое Совет. Вы знаете, я тоже не понимаю. Можете мне рассказать, что это есть? Нет. Это не мудрено. Конечно, не понимаю. Почему? Потому что уже в Советском Союзе, вот я рос, уже мне это не объясняли. Почему? Потому что Совета в подлинном смысле с 1936 года не стало. Советы – это власть, организуемая по производственным избирательным округам. То есть по предприятиям. На предприятии или в его Доме культуры собирается товарищ рабочий коллектив. Выдвигаются кандидаты в депутаты Совета. И товарищи рабочие голосуют. Тайно. Иногда, во-первых, в парах открыто голосовали. До 1936 года. Поэтому большинство у них было рабочих от тех предприятий, где проходили выборы. Но поскольку партия эти процессы направляла и предлагала, что вот товарищ Будённый. Он герой гражданской войны. Всем вам известно. Он предлагается от вашего совета наряду вот с Ивановым Петром Ивановичем. И трудящиеся, рабочие, зная товарища Будённого, за него, конечно, проголосовывают. Ну и так же и другие. Вот что значит советы. Они формируются на предприятии, от предприятий. И представляют интересы трудовых коллективов. Понятно, что эта экономическая суть, она одна и та же, и на этом предприятии, и на другом, и на третьем, и на пятом, и на десятом. И собираются в совет городской люди, ну знающие трудовые коллективы, и процессы в них происходящие. И они отобраны людьми, которые их хорошо знают. И которые их призывают для отчёта, что мол, Иван Иванович, ты нам расскажи, что там вы в совете делаете-то. Потом, мы тебе давали наказ, как ты его выполняешь-то? И если он не выполняет, или я не видя, что он голосует не так, товарищи на заводе собрались. Иван Иванович что-то плохо голосует, есть предложение его снять. Кто за? Ну что-то, нету половины. Ну ладно, пусть ещё поработает, посмотрим, что будет. Может, он после этого предупреждения справится. Вот, через полгода опять собрание. Ну что, исправился, исправился, ну пусть работает. А если не исправился, то звали и всё. Отзыв был простой, и на первых порах отзывали достаточно много, наверное. Потом там было нарушение, нарушение вот этих процедур выборов. Кстати, вот там книжка о совете наша. Там мы с Михаилом Васильевичем пишем, что за нарушение, и как могли проходить такие непролетарские элементы в совете тогда. Значит, взамен производственных округов с 1936 года у нас действует буржуазная система, то есть территориальные избирательные округа. А на территориальном избирательном округе там абстрактный кандидат, абстрактные избиратели, они уже не связаны с родным коллективом. Они уже не знают или мало знают о своём кандидате, за которого они там голосуют. Поэтому пока была партия мощная и руководимая, значит, революционерами предшествующими, Советы они ещё были советскими по содержанию, по форме они уже не были, но по содержанию они ещё сохранялись. Да, по определению они ещё были, значит, советами, а по характеру... Да, нет, это касается суверенитетов. По... Да, они по определению перестали быть советами. Их характер их, соответственно, извините. Так что и население пока ещё, значит, знало советы, советскую власть, как бы доверяло советам. И проблем не было, вот скажем, мы пацанами, я помню уже вот эти выборы, дни выборов. Мы пацанами бегали от одного дома культуры или клуба к другому, на разного рода концерты там были, значит, эти самые, кино. И целый день праздника для нас вот был. Да, пирожки там дешёвые, конфеты, бутерброды, апельсины, мандарины. Ну, в общем, это был праздник, в середине 50-х годов, это я помню. Потом как-то вот начало-начало затихать, терять интерес люди стали. Вот, и, конечно, последние годы, особенно по Конституции 1977 года, он уже социалистический характер выветвался. Об этом я тоже сейчас вот пишу в своей статье. В своей брошюре, видимо. Вот, так что, да. И отучали от этой мысли. Они и сами начальство тоже уже не понимали этого. Я уверен, что вот, скажем, Брижнев, он уже не понимал этих вещей. А тем более там Горбачёв. Какой ещё вопрос? У меня вопрос по поводу, как нас тоже советов. Я так понимаю, что одно из, ну, типа, треугольных камней, это то, что при советской власти ты всегда знаешь, за кого голосуешь. Вот, а вопрос такой, если, допустим, предприятие большое, ну, там, тысяча, две тысячи человек, мне кажется, там уже, ну, вполне возможно ситуация, когда ты не знаешь всех. Да, конечно, да, конечно, не знаешь. Но, во-первых, можно выборы провести по цехам. Во-вторых, значит, всё-таки в одном предприятии можно найти информацию. Третье. Как правило, у больших предприятий, например, Кировский завод, у него рядом, да как газа. И туда мало того, что с самих кировчан много ходило, туда сходило и со всего города. И там часто были встречи с избирателями, с какими-то подающимися людьми. И люди там общались, я так думаю, что очень интенсируют. Теперь танцы были. Кстати, это вот газа там была, газа прямо у Кировского завода, а ещё на Васильевском острове был этот Дом культуры, как-то имя Кирова, да-да. На танцы я туда ходил с товарищами. Тоже там такое общение. Но волей-неволей как-то народ так или иначе за несколько там лет, месяцев даже, а тем более лет он более-менее знает. А скажем, в маленьких городах, как мой Вышний Молочок, там при нём клуб, большой клуб с большим концертным залом. Ну там всё время народ... Дети там, значит, с утра до ночи в этом клубе. Кружки, кино, концерты, встречи с руководством, там и так, собрания предприятий, партийные собрания, консервные собрания. Всё время вот эта общественная жизнь бурлела. Поэтому знали люди друг друга. Как только Союз распался, ДК закрыли. Вот он 20 лет гнил. И в позапрошлом году, наконец, чтобы там не было аварий, пришли бульдозеры. Значит, это трёхэтажное здание. Значит, смяли, а потом кирпичи и бетонные блоки вывезли куда-то. И ДК больше нет, и вообще ничего нет. И вот идёшь в 7-8 часов вечера, огней нету, пустота, как в деревне, в глухой. Вот и вся общественная жизнь. Так что знали люди дружат даже на небольших предприятиях. А, я уж не говорю, что таких вот знатных-то людей, их ведь немного всё-таки на предприятиях бывают. Скажем, ну вот на Ленинградском металлическом заводе я был хорошо знаком с дважды героем социалистического руда, Иван Степанович Кучер, Чичеров. Я у него интервью брал, как раз вот развалилось. Развалили страну, я пришёл к нему и говорю, Народная правда поручила мне взять у вас интервью. Вот, ну и мы с ним поговорили, но интервью не получилось, потому что чувствуется, что человек в такой, в прострации. То есть вроде закалённый мужик, рабочий, значит, бригада у него была крепкая, слесарей, расточников, там ещё кого-то, сварщиков. Вот. А вот настали эти времена, и сколько мы их не стимулируем, что мы, ребята, давайте выступим. Вот одного там кандидата всё-таки подготовили, согласился, и мы его двигали, продвинули. А как-то широкого такого пафоса защиты социализма не было. Вот они растворились тоже, и даже такой товарищ, как Чичеров. Скажите, в других современных социалистических странах какие-нибудь формы советской власти существуют или изникают? Советов нет нигде. Не было и нет. В чём-то, что у нас они даже в 36-м году прекратились всё они. То есть мы перестали быть примером по этому страну, ассоциалистического лагеря европейского, да? Это всё время. Китай, Китай, Корея. А сейчас так и осталось. Советов нет нигде. Опыт советов есть только в нашей стране. И это тоже своего рода не случайно. Почему? Потому что раньше когда-то общины были везде. Все общества имели общинную эту основу. И она дожила до раннего капитализма. Кстати, Карл Марс в Капитале, там он об английских общинах ещё пишет с 16-го века. Причём там несколько страниц у него описание, как эти общины там выживали. А в России они дожили общины. До 1861 года, до реформы, значит, крестьянская реформа 1861 года ещё была. Разорял их Столыпин. Столыпинская реформа, она фактически была посвящена разорению вот этих крестьянских общин. С тем, чтобы выделился единоличник сельский, кулак сельский, капиталист сельский. И вот жжём, вот нехорошо, там его убили, а вот настоящий русский патриот, вот сейчас бы он сделал бы и Россия была, вот сейчас его привозят, Собин Ельцин. Вот, значит, надо фермеров разводить. Вот они разводили и разводили, и не развели этих фермеров. А Столыпина убили. Причём там сваливаешь, вот там евреи его убили, этот убийца был еврей. Не евреи его убили, а его ненавидело русское общество. На него было, я не помню, пять или семь покушений. В том числе взорвали, значит, дом его на аптекарском проспекте, у него Осовняк, и там пострадала его дочь в этом призыве бомбы. Значит, кого-то на пятый или на седьмой раз его всё-таки убили. Как, собственно говоря, и Александра Второго. На него тоже было шесть или семь покушений. Седьмой его убили наконец-то. Потому что ненависть народа чувствовали вот эти люди, которые поднимали оружие. Они понимали, что они... У них было ощущение, что они делают правое дело. То, что он нарушил старые законы, лишил нас хорошей земли, и мы стали нищими. Ну, а интеллигенты, которые их окружают, или которые выходцы из деревни, типа Нечаева, он, конечно, негодяй этот Нечаев. Но он чувствовал эти токи, ему тоже хотелось что-то сделать. Не надо убивать, но что делать людям? И осудишь ли этих людей, если они идут на такие преступления? Потому что их довели до этого. Если бы один, ну вот один, когда убийца, ну да, но он мерзает, чудак или больной. А когда семь, то это не чудак. Тем более, что там была народная воля. Его казнили по приговору. Партия народной воли. А, а перед этим «Черный передел». Одно название чувствует. Передел землистисти. Причем оттуда выходит Плеханов. Георгий Валентинович, которого я рекомендую почитать книгу о монистическом взгляде на историю. Там вот эти проблемы исторического развития, они очень хороши. Особенно проблема личности и народа. Роль личности в истории и роль народа в истории. Вот нигде так хорошо не излагается, как у Плеханова. Не зря дом Плеханова есть в Ленинграде, на четвертой, по-моему, советской. И он работает до сих пор. Хотя ему овладели социал-демократы, но все равно дело хороший. Там его библиотека, там, значит, о нем память какая-то, там вот мероприятие общественное. И мы выступали, я, Михаил Васильевич, другие товарищи наши. Так что вот так. А почему Советов не стало в 1906? Да, вот это вот вопрос. Почему их не стало? И мы над ним бьемся уже давно. Вот почему не стало Советов? И, значит, долгое время у нас был ответ простой. Он состоял в том, что теперь в построенном социалистическом обществе все социалистическое, все коммунистическое, все советское, и вроде как теперь советы и не нужны. Поскольку вся территория, теперь не только территория предприятий, завод советский, социалистический, но и вся территория, она вся советская. Поэтому вроде как будто нету необходимости больше в советах в этих. Но, значит, теперь вот занимаясь суверенитетом и занимаясь, значит, советами продолжая заниматься, я обнаружил, что Советы, они стали забываться, а их роль стираться вскоре после смерти Ленина. Это выразилось, значит, в очень простой тенденции, которую вот я недавно открыл. Тенденция заключается в следующем. В первой конституции 18-го года, а по счастью, она у меня есть именно издание 18-го года, там верховная власть принадлежит съезду советов. Съезду советов. Почему? Потому что советы городов избирали представителей, в областной совет. Там те же рабочие из предприятия, теперь некоторых из них выбрали в областной. А областные – в республиканский. А республиканские – в верховный совет. Ну и там, конечно, уже собирались такие люди крепкие. И это была верховная власть. И это на самом деле и есть суверенитет. Вот суверенитет – это верховная власть. И, скажем, с испанского, если вы возьмете суверенитет, там так и пишется. Суверенитет – СОВЕРА. Верховная власть. И вот это золотые, я удивляюсь, это вот гений в этом проявился, Ленин, в составлении этой конституции. Вся, написано, вся власть, вся власть, полежит Советом. Советом вообще. И низовым, и верховым, и средним. А верховная власть полежит Съезду Советов. Съезду Советов как верховному органу с большой буквы. И тут вдруг я заметил, что официальное издание, значит, о Советах, документы Советов, ну, за историю подобранные. Редактор Лугьянов, председатель Верховного Совета при Горбачёве, друг Горбачёва. Которого он и посадил. Да, Ельцин посадил. Он отсидел, да? Он отсидел, посидел. Значит, грамотнейший человек, а у него съезд Совета с маленькой буквы. Парень, ты чего? Это же верховный орган. Он с большой буквы. Значит, всероссийский съезд Советов с маленькой буквы. Всероссийский – с большой, а съезд Советов с маленькой. Это меня удивило. Я пораньше думаю, что было раньше. В шестидесятых годах-то уже. А что было у Сталина? Сначала нормально съезд Советов с большим буквы. А уже, значит, тут вот стали издавать отдельные его книжонки маленькие такие. Скажем, выступление на Восьмом съезде Советов СССР, который принимал Конституцию 1936 года. И там в одном месте с больших букв, а в другом с маленькой. То есть редактора уже нечётко понимали, осознавали это дело, что они имеют дело с верховной властью. Тогда я обратился… Как-то вот у меня… Я не помню, как он мне оказался. Это вот Господь, Он помогает тем, кто делает. Как-то у меня оказались… Стекографический отчёт Пятого съезда РСФСР, на котором принималась эта первая Конституция. Читают речь Ленина. У Ленина, конечно, съезд Советов с большим буквами. Ну и раз такое дело, я провёл целое исследование по годам. Когда, что, чего. И понял, что вот постепенно забывается, и даже уже на съездах Советов, Калинин Михаил Иванович, председатель Верховного Совета, он уже забыл про это дело, у него уже съезд Совет с маленькой буквы. Дальше ехать некуда. Это разврат духовной деятельности. Дух теряется. Потерян дух. Вот это есть. Понятие не работает. А дух, он бодрствовать должен. Не будь соней где-то… У Гегеля есть такие, ну, замечания такие, записочки такие, афоризмы иногда. Он напишет, а потом их собрать. Не будь соней, постоянно бодрствуй. Когда ты, значит, спишь, ты глухонем бодрствуешь, ты говоришь всему, что оно такое. По понятию понятно. Да. А это вот дух, он засыпает, не бодрствует. Так сейчас он бодрствует. Мы вынуждены теперь в напряжённой жизнью жить. Потому что наш дух требует. Мы понимаем, что вот она угроза. Здесь борется и Украина у нас научка. Или не потому, что мы русские нехорошие, а потому, что здесь был коммунизм. И это надо всё распахать, заровнять и сказать, что так и было. Никакого коммунизма не было. Вот что им не даёт покоя. И об этом Бжезинский откровенно сказал. И откровенно рассказал, что у этих реформаторов ничего не получится. Тоже я где-то его эти строки привожу. Так что бодрствовать надо. А бодрствует, оно было потеряно. И когда там завёлся, значит, червячок, такой был Кучинин Отто Юрьевич. Он был в Коминтерне, финн. Потом Коминтерн распустили. А его взяли в партию. Ну, он и был в КПСС, в КПБ. Его избрали в ЦК, а потом и в кандидаты, члены в политбюро. И он там ветеран, такой весь из себя учёный, весь такой авторитетный, из Коминтерна. Особенно после Ленина, Сталина. Они там все ходили как бы, ну, с большим почтением, что это очень заслуженный человек. А этот заслуженный человек, видимо, уже переобулся. И выращивал рядом с собой. Заведовал там. И он не заведовал даже, а был в отделе пропаганды, которыми заведовали там Суслов одно время. Там из этого же отдела Яковлев, из этого же отдела Андропов. И из этого же отдела Пономарёв. Видели тут вчера или подавчера показывали его в связи с событиями в Дагестане. Пономарёв такой. Агент влияния. Не видели? Он родственник вот этого нашего Пономарёва. Редактора всех «История КПСС». Начиная с 1959 года, несколько изданий, штук пять или семь. Все эти редактировали. Теперь этот же Пономарёв и Яковлев, оказывается, как теперь я выяснил, они участвовали в подготовке под руководством Кучинина в программе партии 1961 года. То есть сам этот перерод сделали с общенародным государством. Теперь, они же готовили Конституцию. Я с удивлением, я выбыл в осадок, когда прочитал, что Яковлев был председателем рабочей комиссии по созданию Конституции 1977 года. Но, правда, эта комиссия была создана ещё при Хрущёве в году 1962, после съезда ревизионистского. А потом он там или прошлафился, или сделали вид, что он простравился, и его послали на стажировку в Канаду. Послом в Канаду, я так понимаю, для стажировки в ЦРУ. Там он хорошо познакомился с Трюдо, вошёл с ним в близкие отношения. Договорились, что к ним приедет Горбачёв. Горбачёв его представил. Горбачёв там этому Трюдо понравился. Он поговорил и рассказал об этом Маргарет Тэтчер. В 84-м декабре товарищ Яковлев и Трюдо представили Горбачёва гражданке Елизавете английской. Та шепнула Рейгану, что с этим парнем можно иметь дело. И в марте нечаянно умер. Нет, вот нельзя сказать, что нечаянно. Вдруг умер. Прости Господи. Умер Черненко. Кстати, как всегда, это вот бывает кстати. И Михаил Сергеевич новый секретарь ЦК КПСС. Так что всё просто, если к этому подходить с понятием. А если нет понятия, то конечно, я вот думаю, вот будут сейчас, вот молодёжь, когда она будет читать вот это, сумерки вот эти. Она прочитает только то, что ей написали. А у неё-то нет вот этого дна и фактологического, и понятийного, как у меня. И я вижу, где он, и насколько врёт, и как он врёт. Причём иногда просто цинично. Так могут врать только американцы. Это вот не русский человек ворал, а американец. Но тем не менее. Можно вопрос? Пожалуйста. А вот отмена парт максимума, это какое решение хорошее? Да. Вопрос, вопрос, вопрос. Значит, там было сразу два плохих решения. Во-первых, вот это решение парт максимума. А второе, я не помню точно, как оно называется, но поскольку у руководства был ненормированный рабочий день, а война, конечно, приводила к перегрузкам рабочим и нервным, и каким хотите. Ведь работали день и ночь, в том числе и сам Сталин, на износ. Поэтому подорвали здоровье очень сильно все. Ну и им восполняли, значит, эту зарплату премиями. Ну и товарищи привыкли к ним за время войны. А когда его серьёзно умер, эти выплаты, он перестал это стимулировать, эти выплаты прекратились. Ну и номенклатура и аппарат, они как-то затасковались. Доходы тупые, зарплаты тупые. А они уже к ней привыкли. Этот мерзаяц Яковлев муссирует там этот вопрос. Вот что у них там магазины, зарплаты. А вот крестьянский мужик, ему это всё так неприятно. Он в лаптях хватает. Хотя рожу нажил, во какую. Да, значит. И Никита Сергеевич, как человек хваткий, практичный, понял, что тут как раз можно сделать доброе дело для партноменклатуры. А она не останется неблагодарной. Он велел сделать расчёты, сколько за это время потеряли, значит, в доходах партийные органы, возместил им недостаток и продолжил выплачивать эти доплаты. И это, конечно, был антикоммунистический шаг. То есть, я удивляюсь на стариков. На Молотова, Кагановича. Причём, вот Каганович, он такой принципиальный мужик. Мемуары у него лучшие. Он такой крепкий, стойкий, значит. И вот он своих позиций не изменил. Они там, может быть, были не какие-то высокотеоретичные, но практичные такие, ровно из рабочек. Даром, что еврей. Значит, и даже он перед этими обещаниями не устоял. Значит, что он? Значит, убили, расстреляли незаконно Берию. Теперь вот эти деньги, теперь распределение ролей после смерти Сталина, ну, фактически, между собойщиком таким, между верховными руководителями. Ну, и много-много было сделано такого. И старики на это всё смотрели. Хотя им было уже по 70 с лишним лет. Чего вы там сидите, высиживаете? Я, скажем, до этого ещё говорил, что и Сталину надо было в 70 лет уходить. И Хрущёву в апреле было в 64-70 лет, а в октябре его сняли. Если бы ты ушёл, дурак, в 70 лет-то, всё бы тебе оставили, и жил бы ты в ком-королю и соцминистре. А тебе бы всё славы хотелось. Также Брежнев. В 70 лет ты уже был разбитая корыта. И на своём опыте, вот я уже пережил это в 70 лет и понял, что надо от активной работы уходить, всё. Нет уже сил, нет энергии этой. Хотя, скажем, вот Бушин Владимир Сергеевич, он и в 70, и в 80, ну чуть ли не каждую неделю по две, по три статьи выдавал. Но он, конечно, закалён с 24-го года, воевавший, закалённый такой человек. И много просидевший, без работы его не публиковали в советское время, долгое время. И у него накопилось. Вот он накануне смерти отослал две статьи. Одну в российскую, в литературной России, а другую завтра. На другой день работал с утра за компьютером. Жена говорит, сейчас будем обедать. Вот он сел отдохнуть перед обедом, попить водички. И что-то задремал и умер. Так умирают, говорят, только святые. Вот так вот. Владимир Владимирович, с вами статья был. Да, кстати, совершенно верно. Я и написал статье, специально ему посвящённой, что, вспоминая Бориса Годунова. Прошло шесть лет, достиг я высшей власти, но счастья нет в моей душе. Ничто, ничто не может нас успокоить. Едино разве совесть? Владимир Владимирович, вам давно пора на пенсию, дорогой мой. Отдыхайте, вы много поработали, много хорошего делали. И, может быть, это вам зачтётся. Но покоя нет ему. И, видимо, неспроста. Поэтому я ему от души сочувствую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!